МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Спасибо за победу. В честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручают юбилейные медали. В ногу со временем сразу несколько школ республики опробовали новый метод оплаты питания в школьных столовых. Проблема федерального значения, перспективы развития малого и среднего бизнеса в кризисных условиях обсудили на заседании Госсовета в Москве. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета под председательством Владимира Путина. Обсуждались меры по развитию малого и среднего предпринимательства в стране. В текущей ситуации вопросы поддержки реального сектора экономики приобретают особую социальную и общественную значимость. Стабильная работа предприятий малого и среднего бизнеса – это залог устойчивости экономики страны в целом. Именно небольшие фирмы и компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро сформировать новые точки экономического роста, способствовать решению проблем с занятостью. Владимир Путин подчеркнул необходимость создания благоприятной деловой среды в каждом регионе страны некоррупционных прозрачных механизмов взаимодействия с бизнесом. Выступая на Госсовете, министр экономического развития России Алексей Улюкаев подчеркнул, что очень важно сегодня поддержать те малые и средние предприятия, которые уже начали работу и имеют потенциал роста, для того, чтобы они смогли повысить свои обороты и увеличить объемы производимых товаров и услуг. По мнению главы Чуваша, малое и среднее предпринимательство в республике активно развивается, но есть еще не занятые ниши. Мы последние годы открыто докладывали об этом, неся соответствующую ответственность. 1,3 млрд рублей мы оказали государственной поддержке по разным направлениям. Направления они предписаны в открытой доступной форме. И тем самым удельный вес предпринимателей стал у нас больше. И количество инновационных товаров, производящих, выпускающих нашими предпринимателями малого и среднего бизнеса, почти увеличился в два раза. Это вот я считаю ключевым фактором. Понятно, есть проблемы, есть определенные сдерживающие факторы бюрократического характера. Но с другой стороны, мы должны создать благоприятную, комфортную среду, чтобы каждый молодой человек, молодой предприниматель, имеющий предприимчивую жилку, мог реализовать свои идеи через проекты. Для этого мы формировали и создали многофункциональные бизнес-центры. На безвозмездной основе мы подготавливаем бизнес-проекты на основании их идей по требованиям наших банков, которые на сегодняшний день оформляют кредитные ресурсы. Понятно, ресурсы подорожали, это является сдерживающим фактором. Но есть региональный гарантированный фонд, есть федеральные соответствующие фонды. Мы в этих государственных программах участвуем и в этом году окажем максимальное содействие нашим предпринимателям. С одной единственной целью, чтобы высвобождающиеся люди могли переквалифицироваться и могли трудоустраиваться у работодателей, которые работают в малом и среднем бизнесе. Это очень важно. Мы переквалифицировать их будем, переобучать будем за счет бюджетных денег. Понятно, мощные, крупные промышленные предприятия, диверсификацию производства, модернизацию не сразу могут делать. И с этой точки зрения, здесь нишу должен занять как раз малый и средний бизнес. И объемы производства в перспективе в течение трех лет, пять лет мы должны удвоить и утрое. Эта задача перед нами поставлена сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В России насчитывается свыше пяти миллионов малых и средних предприятий. В Чувашии их более 48 тысяч. Задача, которую ставит перед собой правительство республики, увеличить в бизнес-секторе долю производственных предприятий. Тех, кто создает реальный товар. Будь то электротехника, текстильные изделия и сельхозпродукты. Родион Архипов, Александр Петров. Заседание Государственного Совета Российской Федерации. Москва, Кремль. По окончании Госсовета глава Чувашии Михаил Игнатьев отправился в рабочую поездку в Республику Беларусь. Сегодня он встречался с чрезвычайным и полномоченным послом России в Республике Александром Суриковым. В программе визита встречи с президентом Александром Лукашенко в возложении венка к монументу Победы в Минске ожидается, что Михаил Игнатьев встретится и с премьер-министром Андреем Кобяковым. Побывает на Минском автомобильном заводе и в агрокомбинате. В преддверии Дня Победы Михаил Игнатьев посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. По указу президента Владимира Путина в этом году ветераны Великой Отечественной войны будут награждены юбилейными медалями 70-летия Победы. В Чувашии их более 24 тысяч. Сегодня своего героя нашла еще одна награда. Депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев с почетной миссией прибыл в дом Галины Матвеевны Николаевой. Война застала Галину, когда девушка заканчивала 8 класс. Мужчин забрали на фронт, работать приходилось не покладая рук. Растили зерновые, серпами убирали урожаи и сдавали в фонд помощи фронту. Лошадей в колхозе не осталось, поэтому тащили все на санях сами женщины. Для себя зерна практически не оставалось. Голодать приходилось месяцами. В ноябре месяце приехал из военкомата, офицер собрал, челсовет, и говорит, вот мимо деревни будет построено. Тогда, конечно, мы не поняли, это самый Казанский оборонительный рубеж. Надо рыть окопи. И вот около нас организовывать. Теперь кто фактически может работать, выходить надо туда. Когда зима была очень морозная, выстроили ее примерно в декабрь, январь, феврале, вот мы уже кончили. Все вручную. Школу пришлось оставить, но через год удалось вернуться и продолжить образование. Галина Матвеевна вспоминает, ждали, что война может добраться до них по Волге. Но сильного страха не было. Только уверенность в своих бойцах. В 44-м году Галина с подругами уехала учиться в Москву. Поступила в Институт народного хозяйства имени Плеханова. Идем на электричке утром. Вы куда? На занятия. Говорю, а занятий нет. Война кончилась. Мы скорее бросили свое шумето и поехали на Красную площадь. Красная площадь, она никого не звала. Вообще, вот люди, вот так сплошное сверху посмотреть, сплошное площадь заняты людьми. И вот когда солдат идет, там, где солдат, он говорит, кто-то смело найдет, находится. Раз подняли, он даже не может встать, потому что так перекидывали. В этом году Галина Матвеевна отпразднует 90-летие. Но, несмотря на возраст, она все еще сохраняет бодрость духа. Говорит, главное без дела не сидеть, иначе силы быстро кончатся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашском национальном музее открылась экспозиция Ижевского музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия «Легендарный Калашников». Передвижная выставка показывает зрителю не только технические достижения прославленного российского оружейника, но и моменты его личной жизни. В военное время, получив ранение и оказавшись в госпитале, старший сержант Калашников по-настоящему загорелся идеей создания собственного, простого и надежного автоматического оружия для защиты своей Родины. Михаил Тимофеевич всегда подчеркивал, что оружие, которое он придумал, это оружие защиты. И для молодежи, мне кажется, очень важно понять то, что оружие, какое бы оно ни было, оно должно применяться именно в целях защиты. Признание к конструктору пришло не сразу. Отсутствие технического образования создавало настороженное отношение в правительственных и военных кругах в вопросах пригодности к серийному производству автоматического оружия молодого Калашникова. Михаил Тимофеевич, он чем знаменит? Он создал не просто автомат, он создал целую систему вооружения, которая уже более 60 лет находится на вооружении нашей армии. Выставка рассказывает не только об автомате, да, то есть мы в первую очередь хотели рассказать о самом человеке, потому что легендарно не только оружие Калашникова, легендарна сама личность Михаила Тимофеевича. Многочисленные правительственные награды и благодарности нашей страны и зарубежья. Именем легенды еще при жизни были названы учебные заведения, мемориальный музей и даже колокол собора в родном Ижевске. Путь от рядового до генерал-лейтенанта. Но не только официоз можно встретить на выставке. Экспозиции интересны личными вещами, подарками Михаилу Калашникову, копиями архивных документов и фотографий, книгами и мемуарами, показывающими целую эпоху отечественного оружейного дела. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. Сегодня день сотрудников военных комиссариатов. Они были образованы декретом Совнаркома в 1918 году взамен военных присутствий. На территории современной Чувашии было создано три уездных военкомата. Чебоксарский, Ядринский и Цивильский. Молодая страна Советов, охваченная гражданской войной, не восстановившаяся после Первой мировой, нуждалась в регулярной массовой обученной армии. Эта задача и была возложена на органы местного военного самоуправления. Для подготовки до призывников были образованы всеобучи, которые строили стрельбище и спортплощадки, проводили спортивные состязания. К моменту создания Чувашского областного военкомата в республике насчитывалось 10 спортклубов, 7 спортплощадок, а на учете стояло более 20 тысяч допризывников. В годы Великой Отечественной войны военкоматы работали в усиленном режиме. Шла массовая мобилизация, строительство оборонительных рубежей. На территории Чувашии формировались воинские части, разворачивались и вакогоспитали. На долю сотрудников военкоматов выпало введение скорбного списка потерь помощи сиротевшим семьям фронтовиков. Сегодня, спустя почти 100 лет, задачи военкоматов не изменились. Они по-прежнему соблюдают мобилизационную готовность, ведут пополнение действующей армии, подготовку и сохранение офицерского состава, словом, поддерживают обороноспособность страны. Кстати, военкомат Чувашии по итогам осеннего призыва 2014 года занял третье место среди 29 субъектов Центрального военного округа. Многие жилые дома «АллатРа» до сих пор остаются без газа. Подачу голубого топлива ограничили из-за аварии, которая произошла в республике Мордовия. Причем пострадали город и еще несколько сел. В муниципалитете даже ввели режим повышенной готовности. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. То, что «АллатРа», прилегающие городу деревни, остались без газа, стало известно еще накануне вечером. Уже к утру на официальном сайте администрации муниципалитета появились уточненные цифры. Отключенными оказались не только жилые дома, перестали работать котельные и социально значимых объектов. Впрочем, и школы, и детские сады в городе решили не закрывать. Плюсовую температуру там весь день поддерживали с помощью обогревателей, говорят местные жители. Сильно народ не испугался, потому что как-то есть и мультиварки, и всех в микроволновке можно приготовить. Единственный минус, конечно, тепло. Но тоже, слава богу, перезимовали, и как-то случилась авария уже в такое более теплое время. Помогают обогреватели. В квартирах вот вообще люди сказали, что не особо холодно. Сама я живу в частном секторе. У нас, конечно, похолоднее. Утром встали, стал вопрос, вести ли ребенка в сад. Но тоже в садики пришли нормально, тепло. Прекратить подачу голубого топлива в город пришлось из-за аварии на газовой трубе. ЧП произошло на территории соседней республики. Ремонтные работы начались накануне и продолжались даже ночью. Прорыв трубы диаметром 325 мм произошел около 15 часов дня 7 апреля. На территории Ордаторского района в зону отключения в общей сложности попали 139 многоквартирных и 10 298 частных домов. Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе в Мордовии были завершены сегодня к 10 часам. После заполнения топливом магистральной трубы специалисты газовой службы приступили к подаче газа потребителям города АллатР и АллатРского района. Подать газ потребителям в городе рассчитывают 9 апреля. К своей работе уже приступили специалисты газовой службы. Котельные, которые обслуживают социальные учреждения, в городе уже работают в штатном режиме. Голопое топливо в домах жителей появится только после того, как оборудование обследуют работники газовой службы. На помощь АллатР сам призовут и специалистов из других муниципалитетов. Дмитрий Ковалев, Республика. Сегодня в Москве состоялось заседание рабочей группы по организации в Чебоксарах 6-го командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В совещании приняли участие председатель кабинета министров Иван Маторин, министр физической культуры и спорта Чебоксары Сергей Мельников, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Для проведения соревнований в столице Чебоксары ведется реконструкция стадиона Олимпийский. Полностью обновляется разминочное поле, перестраиваются под трибунные помещения стадиона, проводится частичная замена покрытия беговой дорожки. Все строительные и подготовительные работы на спортсооружениях будут закончены к 7 июня 2015 года, заверил Иван Маторин. Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что Чувашия зарекомендовала себя как регион, способный организовать и провести спортивное мероприятие международного уровня. В третьем лицее города Чебоксары сотрудники Сбербанка Чувашия презентовали новый безналичный метод оплаты питания в школьных столовых. Теперь это можно сделать, всего лишь приложив ладонь к сканеру. Подобная технология пока реализована только в Чувашии, аналогов в России не имеет. С новым методом оплаты ознакомилась и наша съемочная группа. IT-технологии в Чувашии не стоят на месте. Именно нашим специалистам принадлежит новая разработка в сфере оплаты питания, которая уже проходит апробацию в 28 городских и районах школах республики, и еще 8 также готовы к внедрению биометрической технологии по ладони. Я считаю, что проект в целом у нас удался. Мы создали альтернативу, которая может себя показать очень неплохо. Это удобно как для детей, которые очень быстро с помощью ладошки могут рассчитываться, так и для родителей, которым не нужно думать о выпуске пластиковых карточек для своих детей. Родители получают смс при каждом расчете детьми. Соответственно, в смс-ке они видят, что ел их ребенок, когда ел их ребенок. Определенный уровень контроля с их стороны тоже будет. Для оплаты питания школьники сначала вводят необходимую сумму, а после просто подносят ладонь к сканеру, который считывает индивидуальный рисунок и получают чек. Специальная оптическая система преобразует папиллярный узор в индивидуальный цифровой код. Технология абсолютно безопасна и очень удобна. Ну, намного быстрее стало, во-первых. Во-вторых, как я уже сказала, не боишься забыть карточку, не боишься ее потерять. Если раньше нужно было ждать какое-то время между двумя человеками, чтобы их пробить, теперь ты можешь спокойно поесть в столовой и потом через пять минут поесть в буфете. Ладонью пользуются удобнее тем, что надо лезть в портфель, искать карточку, потом пробивать. И она не ломается, не теряется. А ладонью можно просто взять, прислонить и все. Пока проект «Школы будущего» охватил более 20 тысяч учеников республики. Но заинтересованность в аутентификации по ладонью уже проявили в Санкт-Петербурге, Казани, Мурманске. И это только начало. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня день российской анимации. Для страны, в которой Вовка в тридевятом царстве, ежик в тумане, Маша и Медведь практически национальные герои, это настоящий праздник. 8 апреля 1912 года состоялась премьера отечественного мультфильма «Прекрасная люканида». Анимационный шедевр Владислава Старевича имел огромный успех не только на родине, но и за рубежом. Мастер с помощью анимации показал удивительную жизнь насекомых, совершив прорыв в анимационном искусстве. В настоящее время российская школа мультипликации поражает разнообразием стилей и направлений. В ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в Золотой фонд мировой мультипликации. День анимации – это дань высокому профессионализму, несекаемой фантазии и доброте российских режиссеров и художников. Ипотека в период кризиса. Отважиться на такое не каждый. Ставки растут, зарплаты падают. Спасательным кругом в данной ситуации стало новое предложение по ипотечному кредитованию от Сбербанка. Брать нельзя ждать. Где лучше поставить запятую? Смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Ипотека с государственной поддержкой. Так называется новое предложение по ипотечному кредитованию, которое в Сбербанке действует с 18 марта. Ключевым моментом является кредитная ставка – 11,9% годовых. Это вообще, я считаю, очень позитивная новость как для наших людей, для строительной отрасли, так и для рынка Республики Чувашии в целом, да и всей страны. Прошло буквально три недели с момента начала этой программы, а у нас уже 28 семей получили этот кредит на общую сумму 32 миллиона рублей. Наши специалисты посчитали, что если сравнивать с базовыми ставками на рынке, человек получает выгоду в целом около 250 тысяч рублей. Согласитесь, для средней семьи это очень большая сумма. Минимальная сумма кредита – 100 тысяч рублей. Максимальная для нашего региона – 3 миллиона. Кредит могут предоставить на срок от 12 месяцев до 30 лет включительно. Среди прочих условий кредитования – приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у застройщика, что выгодно не только клиентам, но и строительным компаниям, партнерам банка. Все наши строящиеся позиции аккредитованы данным банком, что позволяет получить ипотечный кредит без поручителей. Также наличие партнерского места в центре ипотечного кредитования заметно улучшает работу. В центре ипотечного кредитования Сбербанка можно напрямую обратиться не только компаниям-застройщикам. Здесь есть и представители агентств недвижимости. Сбербанк предоставляет нам возможность проводить консультации по подбору недвижимости, что людям очень удобно, не надо никуда ездить, искать, куда обратиться. Мы сразу можем подобрать то, что он действительно хочет. Центр ипотечного кредитования работает по принципу одного окна. Клиент может получить консультацию, подать заявление на кредит и оформить сделку, благодаря находящемуся тут же офису «Мои документы» многофункционального центра. Всего в центре оказывают 160 различных услуг, в том числе регистрацию сделок с недвижимостью. Я забеременела и родила ребенка. И мы решили расшириться, и как раз появилась программа государственной поддержки под 11,9% годовых. Я подошла в агентство недвижимости, мне оформили заявку по Сбербанк по партнеру онлайн. В течение трех дней мне оформили заявку, одобрили кредит и очень быстро нашли квартиру. Я очень рада, что такая программа появилась, что человек может осуществить свою мечту. Поэтому спасибо большое Сбербанку. Торопитесь. Заявки на ипотеку по программе государственного субсидирования ставок будут принимать только до конца декабря этого года. Продолжение следует...